добрый день дорогие зрители канала садовый мир уважаемые цветанутые как я называю нас любители цветов каждый из нас кто любит неравнодушен к цветам конечно же наслаждается этим летом сполна наши цветники полисадники придомовой территории благоухают и горят всеми цветами радуги вы приложили к этому все усилия мы высаживаем массу растений на наши приусадебные участки балконы около домов на территорию всячески было бога облагораживаем и украшаем конечно же большую роль играет в этом многолетнику цветочной культуры которые мы высаживаем на участок и наслаждаемся ими на протяжении многих сезонов конечно же приходится готовить зиме обрезать укрывать но это стоит того кроме этого большая группа цветов у нас идет в качестве однолетних цветочных культур как бы невосхитительны были многолетние цветочной культуры декоративно-листные которые радуют нас своей листвой цветами но они такого массового и обильного цветения как однолетней цветочной культуры не дают и вся вот эта чехарда с рассадой с волнениями на рассадном этапе с высадкой в открытый грунт в озоны стоит того посмотреть какое цветочное великолепие именно оно скрашивает конец лета когда уже многие многолетние цветы уже практически отсвели какие-то раньше какие-то позже какие-то пошли на повторный цикл но вот такой ковер могут дать только однолетние конечно же мы заканчивая сезон уже думаем о следующем какие цветовые палитры выбрать на следующий год какие семена приобрести какие черенки заказать что-то взять в маточные кустики домой сохранить черенковать этим занята сейчас голова у многих цветоводов какие работы вы сейчас проводите многие из вас конечно же продолжают уход за цветущими растениями ну а я вовсю строю план и уже заказываю семена и посадочный материал на следующий потому что сейчас именно формируются каталоги именно сейчас можно выбрать новинки которые еще будут доступны в заказе именно в конце сезона и можно будет маточные какие-то черенки взять домой и начеренковать больший объем растений цветущих именно к сезону вот вокруг меня цветочное великолепие петоний есть львиный зев это все выращенные семян а сейчас вам хочу показать растение которое я вырастил из вегетативных черенков который приобрела в агро фильме виола и вы многие спрашивали она если у тебя способ точнее опыт приобретение такого посадочного материала и как у тебя это все происходило в этом сезоне потому что ранее я выращивался из семян ли покупала готовые саженцы в питомниках какие-то декоративно-листных цветущих растений и высаживала на своем участке а в этом году я решила ну все хватит пора уже разнообразить свой опыт и сделал заказ сейчас расскажу как это было вот вы сейчас видит ярко разнообразие кольцов букетной посадки а ведь только часть из них высажена именно и выращена из семян некоторые из них вегетативный которая заказала в агрофирме виола посылка мне пришла в начале апреля хотя заказ я оформил еще до нового года когда никакого ограничения моей фантазии не было все было в наличии я сделала заказ и стала терпеливо ждать как только созрели погодные условия температурный диапазон в котором безопасно могли растение приехать скажем так нижегородскую область из питомника достигнут был температурный порог перешагнут был вниз была сформирована посылка и менеджер связалась со мной по электронной почте и уточнила все позиции по заказу что происходило дальше дело в том что я заказывал столько и на себя и на подруг и на маму чтобы на балконе красиво все было и в том числе и в подарок девчонкам угодить некоторые позиции вот из моего заказа просто не прошли внутренний контроль качества агрофирма это дело для того чтобы весь заказ который сделал каждый клиент проверить детально когда он собирается и если какие-то позиции не удовлетворяют их внутренним стандартам естественно эти позиции не высылаются мне об было сообщено 2 или 3 позиции меня не прошли контроль мне предложили замену адекватную что-то я заменила а что-то допустим что мне скажем так я не нашла альтернатива но подходящие я просто нашла потом другие цветы заменила то мне возвратили уже в денежном каваленте просто вонатом на карту это очень удобно посылка мне пришла транспортной компании я это говорил с менеджером когда делала заказ и конечно же в компании сдэк тоже оперативно работает пусть у меня посылка посылка была два дня одни сутки провела поскольку выпало на выходной пролежала на складе компании и когда я получил посылку она представляла из собой такой пенопластовый термо контейнер который был тщательно запакован все щели у него были заклеены полностью скотчем я принесла домой открыл контейнер проверила согласно приложено накладной все 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 позиции кстати черенки укриненные различных культур которые я цветочные заказала были упакованы дополнительно внутри в блистер пластиковый они были компакт внутри сложно для того чтобы все это тняжные побеги не были повреждены при транспортировке даже если контейнер будет переворачиваться кроме того колюса были в микро-контейнерах они были также еще упакованы во влажную бумагу несколько слоев для того чтобы ниже вот эти листики которые довольно хрупкие не пересохли и не травмировались при транспортировке все черенки которые я получил я тщательно осмотрела Они мне понравились на внешний вид. Я аккуратно их распаковала, пересадила в контейнеры объемом пол-литра, в питательную почву субстрата, обработала адаптогеном и поставила в рассеянный тень. Там у меня стояли они практически двое суток после адаптации, после пересылки. Потом я их расставила аккуратно под досветку, где-то на подоконе, где посветлее. И они у меня стали потихонечку расти. К сезону они у меня уже опушились, разрослись. С некоторых я даже дополнительно с колесов брала череночки, размножила их, как с маточных кустиков. Посмотрите, у меня объем вот этого контейнера 90 литров. И ни один алисум, который мы выращиваем из семян, не даст такого объема. Только вегетативный. Его я получила в черенке, он мне дал прекрасный шар цветов. Сейчас он у меня пострижен и готовится к новой волне цветения. Конечно же, часть его я возьму в качестве платочного куста домой. И на следующий год рассажу эту красоту в большем количестве на своем участке. В моем заказе были многие интересные позиции. Конечно же, они все цветут, благоухают на моем участке. Посмотрите, какая замечательная вегетативная бакопа с крупными цветками. Я ее принесла с веранды. Она все лето у меня прекрасно цветла. Я ее постригла, сейчас она распушается снова. Конечно же, маточник я заберу домой. Что я сделаю в ближайшее время? Поскольку горшочек это не приспособлен для вегетации растения в зимний период, я пересажу бакопу в более просторный горшок. Не забуду про дренажное отверстие. Возьму питательный почвосубстрат. Сделаю это не затягивая, чтобы желательно растение успело адаптироваться в теплое время года. То есть до конца августа я проведу эту работу. Все цветы, которые у меня поедут домой в качестве многолетних, которые я буду поддерживать в качестве маточного куста, я пересажу в горшочке объемом 3 литра. Вот у меня в руках тоже замечательная клубневая бегония. Выращена она у меня из черенка. Тоже я с нее брала вегетативные черенки и тоже рассаживала. Ну как же, от каждой любимым, дорогим людям все же хотят тоже размножить такую красоту у себя дома. Вот эту бегонию я тоже буду в ближайшее время пересаживать. Для того, чтобы она у меня успела адаптироваться после пересадки, я ее заберу домой. И еще замечательные фуксии, которые многолетние цветы будут украшать мою веранду в течение, надеюсь, следующих сезонов у меня тоже приехали из агрофирмы Виола. Много красивых, прекрасных цветов у меня приехало в посылке. Многих своих подруг и близких я осчастливила. И хочу сделать замечание, что дальнейшая судьба, какого бы отличного материала изначально к вам не приехала в посылке, полностью лежит на вас. Как вы будете заботиться о своих питомцах. Насколько комфортные условия вы им создадите. Как вы будете ухаживать? Ведь каждому цветочку, как и овощу, нужны свои собственные условия. Кто-то любит тень, кто-то любит свет. Обильный полив, либо наоборот, чтобы почечный ком подсыхал. Конечно же, приобретая материал заранее, если это новые какие-то цветочные культуры, мы должны сначала тщательно изучить условия их произрастания и требования к определенным каким-то условиям. Поэтому я считаю, что ответственные цветоводы так и поступают. И подбирают материалы уже у надежного производителя. На старте сезона было много волнений. Вы помните, какая была весна, какая была зима? Понятно, что часть посадочного материала агропроизводители производят сами. Что-то закупают, транспортируют на большие расстояния. Из, допустим, одного филиала в другой. И, конечно, неизбежно происходят какие-то форс-мажорные ситуации. Бывает так, что проблемы в пути. Либо изотермические фургоны как-то повреждаются. Либо температурный режим резко изменяется. В том числе работают и люди на упаковке. И даже автоматизированные системы дают сбой. Поэтому я всегда говорю, если случается какой-то форс-мажор, всегда такие проблемы решаемы. Было бы желание обсуждать, идти на контакт и на диалог. Вот как в моем случае, какие-то позиции не прошли контроль качества. Мы их заменили, выбрали что-то другое. И, конечно же, ко всеобщему удовольствию у нас ситуация вся разрешилась. Поэтому я всегда говорю, нужно входить в положение друг друга, быть позитивнее. И цветы отблагодарят своим внешним видом на нашу заботу и нашу любовь. Конечно же, комплекс мероприятий сейчас по подготовке к зимовке, к сохранению до следующего сезона мы проведем. Но у нас еще не закончился новый, точнее, текущий сезон. А мы уже одним глазом смотрим в новый. Сейчас я уже зашла в каталог агрофирмы Виола и посмотрела. Там появились линейки профессиональных семян именно цветочных культур, которые мы обычно покупали в других местах. Можно теперь все в одном месте посмотреть. И еще в питомнике я посмотрела, любопытствовала. Обожаю хризантемму мультифлору. Поэтому я думаю, что тем цветоводам, кто живет поближе, повезет несказанно. Вы сможете посетить питомник, выбрать из всего многообразия все, что вам понравится. Ну а мы, возможно, получим почту в виде укорененных черенков, либо, допустим, каких-то семян, которые можно вырастить собственными руками. Я считаю, что вся красота, которая растет на наших участках, полностью в наших руках. Что-то мы купим саженцем, что-то укорененным черенком, вырастим семенами через рассаду. И таким образом наш сад станет, как яркий красочный ковер, зацветет и заиграет всеми красками и ароматами. Лето еще не окончено, это еще не последний аккорд красочного августа. Надеюсь, что в ваших садах много-много интересного. Делитесь, какие вегетативные формы цветов вы разводите на своих участках в комментариях. Ведь нельзя объять, не объять, нельзя всего знать. И ваши комментарии бывают порой бесценны. Иногда такой интересный какой-то момент узнаешь, возьмешь себе на заметку и воплотишь его в следующем сезоне. Благодарю вас за обратную связь. Пишите о своем опыте приобретения вот таких замечательных растений. Я буду рада. Всего доброго. До новых встреч.